Я не знаю, какую причину он найдет в очередной раз. То есть, он действительно великий оратор, и из любой ситуации он находит какую-нибудь интересную историю придумать и поездить по ушам. Давайте напомним вам и телезрителям бой Владимира Кличко с Хэйм, который так драматично закончился для оратора. Последние секунды боя. Ну что вы, сейчас с интересом послушаем счет. Сейчас будет гол. Сейчас будет гол. Все, клинч и сейчас будет гол. Бой закончен, уважаемые дамы и господа, болельщики. Ну что, как вы думаете, Владимир Победнов скинул руку вверху. Наверное, он выиграл, да. Виталий его поддерживает. Я тоже думаю, что да. Последние раунды он провел явно лучше. Хэй кончился как-то. Во всем случае в атаке он ничего не мог показать. За последние три раунда он ни одного точного удара почти не нанес. Стил, Хэммер, Лароми, Кличко. Вот так это было. Не могу не спросить вас про... Нет, не чара. Понятно, что это серьезный соперник. Но Поветкин, по вашим словам, на пресс-конференции все-таки уклонился два раза Александр. Но как бы хотелось нам, чтобы вы встретились, Виталий? Вы знаете, в данном случае вы можете задать этот вопрос Александру. Я уважаю его как спортсмена. Хороший спортсмен, олимпийский чемпион. На сегодняшний день он является чемпионом мира. Я не знаю, под Владимир является суперчемпионом по версии WBA. Александр является чемпионом, простым, регулярным. И этот бой был бы интересен, но уже дважды Александр имел такую возможность. Более того, были контракты подписаны. Более того, он должен был прийти на пресс-конференцию к поединку. Но на этой пресс-конференции нашлись какие-то причины, которые не позволили. Самое интересное, что разных источников. Менеджер говорил одно, тренер заявлял совершенно другое, Александр заявлял третье. Не боится же он в самом деле. Я думаю, не боится, но его подопечные, понимая, что шансы Александра против Владимира были невысоки, решили сохранить его и дать ему возможность набраться опыта. На нашем сайте sportblogs.ru вам просто миллион вопросов прислали. Я парочку сейчас зачитаю. Знакомы ли вы с братьями Березуцкими? Нет, не знакомы. Вы не знаете, кто это? Нет. Это футболисты российской сборной. Алексей Ивасилий. Увы, я не знаком с ними. Идем дальше. Самое необычное место, на котором вы когда-нибудь расписывались. Вот здесь можно поподробнее. Или, может быть, часть тела где-нибудь, опора моста, я не знаю. Вы знаете, автографы ставил на руках. Самая интересная подпись, которая была в татуировках подписи Виталия Кличко, была на предплечье. Вот так вот интересно подписался татуировкой. Я об этом не знал, но обнаружил у одного из фанатов. Давайте про Олимпийские игры поговорим. Все-таки бокс, пусть и любительский, но неотъемлемая часть. Но прежде, вы когда-нибудь испытывали, неудобствовали, комплексовали от того, что Володя – олимпийский чемпион, а вы – нет? Вы знаете, брат после Олимпийских игр приехал и по праву сказал, вот эта олимпийская медаль принадлежит обеим братьям. Он поехал в моей весовой категории. И я точно так же готовил его. Очень рад, что Владимир стал олимпийским чемпионом. Но, если быть до конца откровенным, по-братски. Я ему завидую. Все-таки он стал олимпийским чемпионом. Мне не предоставилась такая возможность боксировать. Хотя шансы были, но, увы. Тем не менее, олимпийская медаль у братьев Кличко есть. Это правда. Кого-нибудь знаете из российских боксеров-любителей? Семь человек, которые отправятся на игры. Несколько фамилий могу освежить. Это Бетербиев, Водопьянов, Алоян, Замковой, Амаров, Айропетян, Михонцев. Да, я наблюдал за фамилиями этих ребят. Наизусть я всех фамилий не помню, естественно. Наблюдал многих из них на чемпионате мира в Баку. А любительский бокс, он для профессионала интересен? Естественно. Любительский бокс является фундаментом профессиональной карьеры. И очень многие любители, набравшись опыта в любительском спорте, как правило, переходят в профессионалы. Но смотрите, два предмета есть. Они, я полагаю, вам-то уж точно хорошо знакомы. Я так понимаю, что одна перчатка – это профессиональная, а другая – любительская. Вот не могли бы вы рассказать, почему любителям нельзя послать нокаут? Чем отличается, вот именно, если можно? Профессиональная перчатка за кулак завернута, и удар приходится косточками. Это, надплакатью, это большая? Вот это вот профессиональная перчатка. Вот это маленькая. Это маленькая профессиональная перчатка. В любительском боксе, для того, чтобы избежать травмы, кулак не заворачивается, и кулак находится в таком состоянии, где ударить жестко практически невозможно. Сохраняется… Ребята очень часто травмируют руки, но, тем не менее, сделает сотрясение мозга или нанести какую-то травму, граничиваясь с опасностью для здоровья своего соперника, шансы минимизировать. В нокаут послать нельзя, получается? Можно, но шансы послать в нокаут в любительском спорте минимальны, в связи с устройством перчаток. Для этого специально носятся шлемы. И это должно быть неинтересно профессионалу, Виталий. Тем не менее, одно могу сказать. Про профессионалы мы работаем в шлемах, на спаррингах, мы работаем в специальных перчатках, которые тоже уменьшают шансы травмировать своего соперника. Надо полагать, что впереди вас ждет очень напряженный, и конец июля, и август, понятное дело, перед боем. Но съездить в Лондон на Олимпийские игры – это мечта любого человека? Я думаю, что мы там встретимся. Обязательно. Вы будете следить именно за боксом или у вас какие-то другие предпочтения? С огромным удовольствием я был на многих Олимпийских играх. Самые большие соревнования в спорте – Олимпийские игры. И хоть я не участвую в этих Олимпийских играх, но как вице-президент украинской сборной Олимпийского комитета будут там присутствовать, поддерживать ребят, но, естественно, будут следить за тем видом спорта, которым сам занимаюсь. А чего может поучиться профессиональный боксер у представителей самых разных других видов спорта? Я полагаю, что в любом случае, как губка впитать что-то от Фелбса, от кого угодно, я не знаю, даже при наличии опыта. Вы знаете, ведь компоненты подготовки у боксера – мы плаваем, мы очень много бегаем. Сто метровку за сколько? Сто метровку секунд за 11. Давно не бегал. За 11, Виталий? Да. Врете? Вы знаете, очень неплохие результаты показываем, не только лишь в беге и в плавании. Я не буду вам полностью рассказывать по… Специфику и так далее. Специфику, специфику каждой, но одно могу сказать, что бокс компонирует в себе очень многие виды спорта. Если вы мне сейчас скажете, что вы еще когда-то гребли, я просто бывший гребец, то это будет вообще просто камильфо. Вы знаете, греб, но не профессионально, так для удовольствия. Пробовал. Но уже неплохо. Виталий Кличко у нас в прямом эфире, который, по-моему, очень захотелось на Олимпиаду сейчас, Виталий, глядя на все это. Вы знаете, на сегодняшний день разрешили профессионалам участвовать в Олимпийских играх, так что профессионалы могут вернуться в любительский спорт и участвовать в Олимпийских играх. Но думаю, что вряд ли уже я буду участвовать, но тем не менее… Просто чтобы сохранить здоровье соперников, Виталий. Конечно, дух спортивный, и когда ты видишь состязание, кровь закипает, адреналин появляется в крови, очень здорово. Но, тем не менее, молодежь подрастает, и я думаю, что не стоит уже в моем возрасте опять переться еще на Олимпийские игры. Ну, желание такое возникает. Это здорово. Сегодня-завтра презентуется у нас в стране фильм у братьев Кличко. Почему я, все телезрители, мы должны его посмотреть? Чего можем научиться у вас, еще раз глядя не на бой, а, может, на художественное произведение? Это не художественное произведение, это документальный фильм о двух мальчишках, которые просто мечтали, ставили перед собой планы, шли к своей мечте, несмотря на то, что иногда, казалось, ничего уже не получается, все рассыпалось, ты находишься на полу ринга, на полу, но необходимо тебе подняться, идти к цели. И самое интересное, что, если бы была возможность у меня назвать этот фильм, я бы его назвал «Нет ничего невозможного». Показывает о том, что в жизни самое главное мечтать, но этого недостаточно, нужно сделать все, чтобы мечтания стали реальностью. Работать, то есть? И нет ни одной мечты, которая не могла бы реализоваться. Я желаю вам удачи 8 сентября. Я постараюсь. Встретимся на боксе. И вакуум. Спасибо. Виталий Кличко, в прямом эфире «Неделя спорта». Дальше мы продолжим разговор про Олимпиаду. И Татьяна Покровская будет у нас в гостях. Главный тренер непобедимой дружины синхронисток. Оставайтесь с нами, мы продолжаем. И удачи, Виталий. Спасибо. Спасибо.